Детская школа искусств В рамках выделенных лимитов мы планируем отремонтировать конструктивные элементы, ремонт кровли, замена фасадной части, ремонт внутренней отделки помещений, холла, коридоров, сантехнические работы, замена инженерных сетей частично, а также замена оборудования зрительного зала. На завершающих этапах ремонта будет выполнено благоустройство территории, установлено уличное освещение, а также система видеонаблюдения. Полностью работы планируется завершить к началу нового учебного года. Ремонт стартовал, а с этого же времени в здании по улице Гагарина к регулярным занятиям приступили воспитанники отделения духовых, ударных и народных инструментов. Вся необходимая материально-техническая база для обучения юных музыкантов здесь формирована. А главное, есть комфортные классы. Во-первых, знали о капитальном ремонте заранее, соответственно, мы подготовились. Часть инструментов мы оставили у себя в школе, часть инструментов, которые необходимы нам для организации образовательного процесса, мы перевезли с собой. Вообще, надо сказать огромное спасибо всем руководителям учреждений, которые нас приютили. Они для нас подготовили действительно хорошие помещения, которые соответствуют, во-первых, санитарным нормам, пожарной безопасности, антитеррористической безопасности. То есть, мы вот зашли и работаем здесь вот так же с удовольствием. Дети уже привыкли, классы у нас большие, светлые, помещение освещается, все уже довольны. В принципе, дети ходят стабильно. Та же ситуация и в районном центре «Созвездие». Здесь по строгому расписанию проходят занятия по теории музыки, а в танцевальном зале – по хореографии. И раз, точка, стол, раз, стол, петель, точка, два. Самое главное – поддерживать форму, чтобы дети танцевали. Вот, и я думаю, что все будет хорошо. Здесь очень доброжелательная атмосфера. Класс большой, просторный, уютный, достаточное место. В целом, комфортные условия, и дети приходят, занимаются, и я этому очень рада. Тут довольно комфортно, только пол скользкий, в основном все хорошо. Много места довольно легче делать упражнения, все входим на станок. На сегодняшний день преподаватели детской школы искусств проводят занятия и в школе номер два, и в детском саду «Радуга», в здании имени зоопарка «Центра «Созвездие», в Центральной районной библиотеке и Центре культуры «Сибирь». Несмотря на переезды, процесс обучения проходит в штатном режиме, а в конце учебного года, в соответствии учебному плану, в учреждении пройдут как промежуточные, так и итоговые аттестации воспитанников. Игорь Скворцов, Александр Охромович, Владимир Щекалев, телеканал Первый Советский.